Пенсия вырастет на 3,4%. Индексация проходит ежегодно с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров. В России социальные пенсии получают более 3 миллионов человек. В Алтайском крае 74 тысячи. В денежном эквиваленте их пенсия подрастет на 334 рубля. С 1 апреля изменятся правила проведения экзаменов на водительские права. Главное новшество в том, что навыки вождения курсантов будут проверять в условиях реального дорожного движения. В ГИБДД уточняют, что для проверки выберут площадки с малоинтенсивным движением. Как и прежде, все будут записывать на камеру, видео хранится в течение месяца. С 1 апреля стартует призыв на военную службу. Призывная кампания продлится до 15 июля. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Всего в России весной летом планируют призвать на службу более 134 тысяч человек. Работающим пенсионерам с сегодняшнего дня перестанут выдавать карантинный больничный. Временные правила оформления листков нетрудоспособности для людей 65 лет и старше действовали с 6 апреля прошлого года. Теперь получить больничный и эта категория граждан сможет исключительно по болезни. Но работодателям все еще рекомендуют переводить пожилых на удаленный режим работы. С сегодняшнего дня Россия возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с рядом стран Германии, Сирии, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Также россияне смогут отдыхать на Кипре без прохождения обязательного карантина. А вот улететь из Барнаула популярную местных туристов в Турцию пока не получится. Мы попали в число 13 российских городов, откуда временно запрещено вылетать в эту страну и Великобританию. Татьяна Голубева, День с толком.